Беларусь Если вам не чужды идеалы, которым нас учили добрые книги в детстве, присоединяйтесь к нам, к белорусской роте. Помогите нам вместе освободить Украину и защитить ее женщин и детей, а также привет Грише Азаренко, ты был в Казахстане, приезжай сейчас в Украину. Когда мы начали защищать блиндажи, я защищал одни блиндажи, Брест пошел защищать инши. По нас пошел стрелять снайпер в тот момент. И вот в этот момент мы поняли, что одним из блиндажей сидят российцы. Тогда Брест своим таким мужным голосом скомандовал, выходьте, сдавайтесь в полон, мы вас не будем чопать. Ну и эти хлопцы, российцы, три человека, один из них был офицером. И они обмерковали это между собой и вышли, сдались. Они были очень напужанными. Я хочу обратиться ко всем русским военнослужащимам, которые так или иначе не согласны с политикой своего диктатора, которые являются заложниками ситуации. Ребята, вы всегда можете сдаться в плен, с вами будут обращаться гуману. И потом мы вас либо обменяем на свои военно-пленных, либо после окончания войны вы просто поедете домой. С Брестом я, так же, как и с Волотом, познакомился в расположении. Но как-то такого контакта сразу... То есть он, в принципе, тоже такой не очень суперобщительный человек был. Но когда мы выехали на первые тренировки, я увидел, что он будет нас тренировать. Я в его образе увидел какой-то такой прям образ белоруса, воина. И, собственно, в тот день на тренировках сделаны были, да, вот эти вот фотографии, вот это вот, наверное, по которой Бреста все знают. Абсолютно человек просто стоял, можно сказать, даже, не знаю, позировал, не позировал. Просто в какой-то момент я сделал эту фотографию, даже не знаю, мы ни о чем с ним не разговаривали в это время, ничего такого. Просто я увидел в этом человеке, это человек, который может транслировать образ белоруса. Так, процедура простая. Сделаем это сейчас, заставим эту пробу на ящик, введем на листы. Бумажку снимаем. С гранаты снимаем, бумажку с разрывателя. Из гранаты выкручиваем заглушку. Бывают разные. Гранаты, это, это, ну, она всегда такая. Есть эрбежка, эрбенка, там немножко другая, но в смысле тот же. Заглушку выкручиваем, взрыватель. Серега, ты видите, что здесь стоит? Да, оп, оп, взял, взрыватель. Ваня Брест, который приезжал ко мне, и с которым мы гуляли по Крещатику перед боевой задачей в Северодонецке. Ваня, который для меня последний герой боевика. Ваня, о котором можно снять сериал, который будут смотреть и не верить, что все это может случиться в жизни одного человека. Если это война, если разобраться, она святая. Это война за свободу. То, что творится здесь, в Украине. Не буду говорить красивыми словами, это просто ужасные вещи. И когда ты выходишь на улицу, и простые прохожие благодарят тебе, когда ты сидишь на позициях, ждешь колонну, люди, которые живут в домах рядом, они не прячутся в бомбоубежище, они приходят и приносят тебе чай и кофе. И как после этого вообще можно оставаться в стороне и не желать воевать за свободу этой страны? За то, чтобы русские перестали, наконец, бомбить ее. Извините за меня. С Брестом я не был очень близко знаком, я его знал, по наслышке это добрый, открытый человек, просто такой душа компании, к нему люди тянулись постоянно. Я его и пропихивал, чтобы он стал командиром роты тяжелого вооружения. Ему идеально это подходило, потому что он служил в французском легионе, он очень хорошо разбирался в вооружении, то есть ему это было интересно. Все, что потяжелее, покрупнее, скажем так, это была его, скажем так, как любовь. Он очень обожал всякое крупнокалиберное оружие. Очень многие военные, которые на Западе входят в какие-то спецпедроздилы, они любят эту винтовку. Его коронная фраза, парни, парни, это не по нам, не надо присаживаться, ничего. Если вы слышите, что летит снаряд, со временем мы научились тоже слышать, как летит снаряд. Уже было понятно, как летит эта мина, допустим, летит она в нас или далеко за нас. То есть, как бы, и те операции, на которых мы вместе были, как бы, да, они показывали, что Ваня прав. То есть, когда ты слышишь хлесткий такой выстрел, когда, допустим, танк работает, да, то там мгновенно надо просто-напросто упасть на землю, потому что, ну, от того, как до тебя доходит звук выстрела и до уже непосредственно взрыва снаряда, там, буквально десятые секунды. А когда летит мина, ты можешь, там, да, это не по нам, и пошли дальше. Ну, то есть, как бы, он нас учил не бояться. Быть осторожными, но не бояться. Тебе уже без ним там, да? Ну, такое. Ну, вот, либо зажимаешь так, либо зажимаешь так. Ага. Сводишь, чеку достаёшь, бросаешь. Правильно, помнишь, что пока ты не разжал вот это, ничего не будет. Ты даже можешь чеку на место вернуть. Ага. То есть, я зажимаю сейчас? Зажимаю, да. Либо так, либо, может, если тебе удобнее, вот так пальцем. Ну, помнишь, всеми пальцами зажал. Да. Вот эти лепесточки вот сводишь. Вот так вот свожу, да. Ты полностью её хозяин. Она ничего не сделает, пока ты не разжмёшь руку и не разрешишь ей этого сделать. Вот так свёл плотненько чеку. Вот, достал. Подошёл покрытию к ним, это нужно. Оп. Отлично. Нормально. Он на войне, он жил войной, скажем так, да. Но он очень трепетно относился к питанию и спорту. Если мы где-то, допустим, у нас был какой-то там длинный кросс, да, то мы все приходили, и Ваня доставал там свой спортпит, разводил в воде, и мы пили там БЦА или там ещё какие-то, ну, питание, которое помогает для того, чтобы там наутро нам не болели мышцы, ног, для того, чтобы мы не худели и не резко не теряли вес. То есть, как бы, ну, даже в таких вот моментах вот Ваня проявлял свою заботу о нас. Пахнет ешенькой. Вообще в Северодонецке было довольно тяжело. Я помню, как мы вообще приняли решение о том, что я отправлюсь в Северодонецк. Мы говорили с Ваней Бристом, и я приём текста у него спросила, какова вероятность, что вам придётся держать круговую оборону вот в том здании, которое, наверное, ребята прозвали крепостью. И он сказал, что такое возможно. И я просто у него спросила, что вы будете делать без врача. А на тот момент я была единственным врачом в команде, и он сказал, я не знаю. И, в общем, обдумав всё это, мы поняли, что мне есть смысл быть там. Регулярно были обстрелы. Я помню, в Северодонецке тоже было такое же... Ты знаешь, насколько ты ко всему привык, что когда прилетает прямо по зданию, в котором ты находишься, в подвале, ты просыпаешься, чисто переворачиваешься и спрашиваешь, Брест, у нас кто-то наверху есть? Он говорит, нет, спи. И ты такой, ага, отворачиваешься и спишь дальше. И по барабану, что в этот момент реально стреляют по зданию, в котором ты находишься. Ты в подвале, ты в безопасности. Всё. То есть эмоциональная реакция никакой. Мы живём в моменте, когда ты можешь спать, и в тебя может прилететь ракета. Поэтому нужно максимально всё, что можно сделать сегодня, нужно делать сегодня. Ну, однажды, на самом деле, однажды, у нас с Ваней был такой интересный разговор. Он начал меня расспрашивать, что я чувствую, потому что, когда я уезжал на войну, моя жена была на втором месяце беременности. И он говорит, ну, он мне сказал, что вот он сейчас чувствует, что он готов стать отцом, и очень хотел бы этого. Я это очень запомнил, потому что он это говорил с такой, как бы, ну, это искренность, наверное, так называемой. Я, как бы, мы с Ваней же больше какие-то рабочие вопросы обсуждали, военные вопросы, да, а тут мы говорим о детях, да, и, ну, я увидел Ваню с другой стороны. Ну, когда ты идёшь на войну, это должно само собой подразумеваться. Нужно готовить себя к такому исходу. Иначе воевать нормально ты не сможешь. Зараз находимся на Майдане Незалежности, в оселе загинувших бойцов за Украину. Есть такий куток наших доброохотников. Я узгадываю своих побратимов. Брест, Атом, Сябро, Папик. И одного я не могу назвать. Это ты, кого я ведал, и из-за каких болит душа. Хлопцы, до перемоги разом мы отпомстим. Самый сложный бой – это тот, в котором я умру. Я думаю, мой самый сложный бой ещё ждёт меня. Живей, Беларусь! Слава Украине! Это вам за Брест, блядь! – Слава Украине! Продолжение следует... Слава Украине! – Слава Украине! – Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok